Война России против Украины продолжается и прямо сейчас идет настоящая битва за Авдеевку. Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что на одном из участков боя их подразделение частично попало в окружение. Ситуация критическая. Подробнее об этом расскажет мой коллега Ярослав Стешик, который специализируется в вопросах национальной безопасности, обороны и внимательно следит за событиями. Ярослав, приветствую тебя. Ну и тебе слово, что происходит. Приветствую, Игорь, и приветствую зрителей. Да, известно, что сейчас в Авдеевке горит коксохимический завод. Известный завод Коксохим. И у нас есть видео, опубликованное третьей отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Она удерживает этот завод от захвата. Мы можем его сейчас показать. И мы видим на этом видео дым. И вот бригада, собранная в том числе из ветеранов спецназа батальона АЗОВ, она сообщает, что российские силы круглосуточно бомбят коксохимический завод по 60 авиабомб. А также россияне используют фосфорные снаряды. И от этих снарядов загорелись цистерны с мазутом. И вот мы видим этот черный дым удушливый. Он распространяется по всему заводу и делает просто очень тяжелую оборону этого завода. Поправь меня, но, по-моему, фосфорные снаряды запрещены. Да, фосфорные боеприпасы запрещены. Их использование запрещено дополнительными протоколами к Женевской конвенции, а также конвенции о конкретных боеприпасах. Потому что фосфорные боеприпасы – это неизбирательные действия. И это чрезмерные повреждения. То есть фосфор загорает, он выжигает весь воздух. Он загорается до огромной температуры. И образует страшные раны. Вот сейчас мы, кстати, видим видео 22-го года. Это когда россияне штурмовали завод «Азовсталь» в Мариуполе и завод-комбинат имени Ильича металлургический. И вот похожим образом использовали похожие боеприпасы, термитные боеприпасы. Когда в воздухе разрывается снаряд, от которого субснаряды разлетаются, они загораются. И это термитные боеприпасы, зажигательное оружие. Оно до пары тысяч градусов все нагревает и все сжигает. Использование таких снарядов, фосфорных либо термических, в городе – это военное преступление. Потому что, повторяю, это снаряд неизбирательного действия. И в данном случае в Авдеевке преступление происходит. Речь идет об авиаснарядах, я правильно понимаю? Зависит. То есть, россияне используют термические боеприпасы и фосфорные боеприпасы и с помощью артиллерии, и с помощью авиабомб. Но если мы говорим об авиабомбах, мы же помним, что было очень много сообщений о том, что достаточно эффективно ВСУ сбивали российские самолеты. Почему, например, сейчас не удается сбивать самолеты, на которых эти фосфорные снаряды? Сейчас используют россияне другое. Сейчас россияне используют авиабомбы. Я общался с украинскими военными, они сейчас в Авдеевке. Они говорят, что российская авиация доминирует в небе. Это очень осложняет ситуацию. Также россияне используют активно КАБы. Это корректируемые авиабомбы. Мы видим, что это обычная авиабомба. И есть корректируемые, либо новые планирующие бомбы, которые можно наводить лазером или телесигналом в конкретное место. Либо это старые бомбы семейства ФАП, то есть фугасная авиабомба. Вот мы видим эти авиабомбы, которым приделан такой специальный модуль. И когда самолет взлетает, происходит пуск этой бомбы, этот модуль, который тут можно увидеть снизу этих бомб, сейчас мы увидим, от него в этом модуле раскрываются такие специальные крылья. И бомба может планировать несколько километров она может пролететь. И значит, что сбить такой самолет гораздо тяжелее. В авиабомбе может быть 250 килограмм взрывчатки, может быть полтонны взрывчатки. Такие авиабомбы используются специально, чтобы целые кварталы сносить. По факту мы видим, что у россиян сейчас есть преимущество авиатехника с фосфорными бомбами. Да, но не только в этом дело, потому что российский генштаб отправил на битву в Авдеевку свои лучшие силы. Ну и просто огромные силы направлены в Авдеевку. Это семь бригад, по крайней мере, сообщают про 15 тысяч российских военных. Получается, воюют за Авдеевку от 14 до 28 тысяч человек. Потому что в каждой бригаде это 2 или 4 тысячи российских военных. Но также есть еще большая проблема. Украинские подразделения, они ощущают снарядный голод. И про это, кстати, говорил координатор Совета безопасности США Джон Керби. Он публично осудил Конгресс за то, что конгрессмены так и не приняли, не дали добро на дополнительную помощь Украине. И я бы хотел дать ему слово. К сожалению, мы получаем сообщение от украинцев, что ситуация критическая. Русские каждый день атакуют позиции украинцев. Авдеевка рискует попасть под контроль России. В значительной степени это происходит потому, что у украинских сил на позициях заканчиваются артиллерийские снаряды. А Россия посылает войска с солдатами-срочниками волна за волной. Ну вот Керби говорит сейчас о российских солдатах-срочниках. И их количество этих солдат действительно впечатляет. Почему же сейчас россияне кидают такие силы на Авдеевку? Ну потому что Авдеевка обороняется уже 10 лет от российских сил. Ее уже захватывали и боевики так называемой ДНР, Донецкой Народной Республики так называемой. Сегодня, кстати, в офисе президента Украины напомнили, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативное значение. Потому что если украинские войска потеряют город, то силы Российской Федерации смогут построить логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта. То есть фронт выровняют, перебросят свои подразделения на другие участки. Например, Угледар смогут атаковать большими силами. Ну и также город нужен для контроля района вокруг Донецка. Давайте, кстати, посмотрим на карту. У нас Донецк на востоке Украины находится. И здесь Донецк, и здесь у нас Авдеевка. И Донецк уже занят почти 10 лет. Донецк занят россиянами, и россияне все это время пытались Авдеевку взять. Обстреливали ее жилые кварталы, в том числе из артиллерии. И давайте посмотрим еще, как со спутника выглядит. Просто чтобы понять масштаб, как это выглядит. Здесь у нас Донецк. Это снимок со спутника. Тут мы видим Донецкий аэропорт. За него шла битва. Тут у нас тоже промзона есть. И от Авдеевки, здесь у нас Авдеевка, а здесь уже Донецк. От нее до Донецка 5 километров. И это огневой контроль. Известно, на какой позиции сейчас украинские силы окружены? Ну, если говорить о окружении, можно тоже показать карту. Сейчас карта выглядит вот так. Мы видим, что в южной части Авдеевки украинские войска потихонечку отходят. Тут вчера еще была угроза полного окружения. Но где конкретно эти подразделения окружены и где они воюют на 360 градусов, ну, пока информации нет, но известно, что украинцы отошли с позиции «Зенит». Там была раньше военная часть ПВО. Но самая сложная ситуация – это логистика. Индустриальный проспект, который связывает центр Авдеевки с шоссе 542, он полностью перекрыт. И осталось из дорог у нас остался только Казацкий переулок, который переходит в проселочные дороги. Ну, и мы видим, что если российские силы вот уже здесь находятся, а здесь у нас Казацкий переулок, то это означает, что эта улица под обстрелом, ее постоянно обстреливают. И сейчас идут сильнейшие просто бои именно за пути снабжения. И при этом российские войска несут в Авдеевке страшные потери. И идет речь про несколько тысяч погибших. Ярослав, спасибо большое, что внимательно следишь за событиями вокруг Авдеевки. Потому что, несмотря на то, что сегодня мы говорим об Алексея Навальном, мы, конечно, не должны забывать, что война России против Украины по-прежнему продолжается. Ярослав Стешек был в нашем эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!